вот такое нанесение пасты оптимальным является как правильно написали в комментариях слишком много наносил вот сейчас наношу детальки и буду греть феном продолжаю устанавливать детальки нанесена паста в таком количестве этого достаточно вот ровненько выставляющие детальки и буду нагревать феном и так фен нагрелся приступаем греба платы вот участок установленными деталями на пасту сейчас я буду греть танталовый конденсатор специально не ставил ну вот не хочу чтобы их излишне перегревал феном хотя на многих производствах чах их сколько знаю до сих пор жарят и ничего страшного на план поехали зубочистку на всякий случай приготовил поправлять 290 градусов на фене проехали паста была нанесена вручную не по трафарету поэтому некоторые пятачки одной и той же детали слепился вместе так сейчас немножко поток воздуха уменьшу на фене поэтому некоторые пятачки больше попадают пастой некоторые меньше из-за этого немножко вот приходится поправлять потому что есть некая неравномерность сами детали не центруются питочки очень маленькие вот приходится ровно и изначально ставить и управлять до все нагрето явный косячок произошел мы исправили если много вот как я ранее по начинал плату паять нанес пастой и есть сомнения что по детали есть паста я делаю вот так вот и ложу хорошо деталькой чтобы все что под ней находится все притянулось пятачком все сейчас внимательно увлечительным стеклом просмотрю вот даже сейчас попробую все сделать так вот приблизив на какой горячую на камеру вот уже вполне приличные пайки получаются вполне 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 прилично и вот то что получалось с чего я начинал много пасты много припоя такие жирные все паечки внимательно лукой просмотрел вроде нигде ничего не замкнуто это вот сейчас уже более цивильно аккуратно говорится опыт приходит исключительно во время практики они просмотра роликов youtube а так что паяльник всем в проекте поехали дальше как оказалось такой очень примитивный непрофессиональный но удобный способ контроля качества пайки перемычек возможных побочных это подложил фонарик вот плата практически вся просвечивается фокусировку к сожалению сложно поймать не буду долго мучить получившимся изображением вот но поверьте очень хорошо видно качество отмывки флюса качество пайки и всего того что нам нужно для контроля вот так что и так и см дышки все раскиданы начал deep детали раскидывать также тут еще с другой стороны у нас есть детальки тоже раскидал вот так что он плата приобретает свой задуманный вид пришла пора заняться передней панели нужны кнопочки вот передняя панель была распечатана на 3d принтере вот она качество достаточно неплохого и белые кнопочки кнопочки основные расположены также как и у автора на макетной платке притянуты винтиками здесь почему такая такой вот немножко колхозик сделал не вплотную потому что кнопочки у меня высокие вот кто будет покупать уберите совсем микрики это три на три на три миллиметра три на 4 высотой полтора два миллиметра тогда оплатку можно вплотную делать все хорошо здесь мне пришлось немножко так на подставочках сделать вот регулятор громкости энкодер планирую его вот так платку вырезал из тоненького текстолита и соответственно на ней расположу энкодер и регулятор громкости и посредине притяну винтиком и вот здесь вот соответственно если что винтиком с шайбой тоже притяну поехали так вот такая заготовочка получилось если бы конечно конус это лучше вот сейчас винтиком притянется на всякий случай с двух сторон еще вот тут такая длина никаких гаечек здесь нету не будет соответственно прекрасно ходит ручки вот такие вот такие тут уже дело десятое и так готова притянул еще одним винтиком она одним прекрасно держится но как понятно что на одном винтика на рано или поздно держаться перестанет и тем более здесь кнопочка энкодера чтобы не было люфтов расшатывающих короче двумя притянул вот так ну что ж поедем дальше к эти кнопочки оставлю ручки вполне принципе неплохо передняя панель готова будем внедрять радиатор ёмчиком насырел отверстие нарезал резьбу от выходные под кренки и вот дополнительно вот здесь поставлю кренку кренку вот эту поскольку очень сильно греется и вот это вот тут абсолютно ни к чему вот здесь будет стоять креночка и проводочек соответственно выпить и сюда здесь будет просто дроссель по им вот как то так и так дошло время до программирования стм контроллера процессора так называемого программировать буду вот таким китайским программатором и стрелинк в 2 110 рублей на алиэкспрессе обошелся значит подключила его порту программирования вот соответствии с распиновкой тут и на плате на схеме включая usb порт и подаю питание на трансиммер дисплей подсветка зажглась теперь соответственно с официального сайта стм 32 ст линк качаем вот эту вот программулю и стрелинк вот нажимаем connect вот мы подключились к стм она пустая загружаем файл версия 4.5 у меня есть но сейчас буду использовать версии 4.3 связи с моей проблемой запуском dds не знаю проблема ли это она пока не получается мне именно dds запустить но это ладно это отступление немножко вот версия 4.3 сохраненная хикс файл вот она и собственно загоняем в стм прошел процесс заливки прошивки все прошивка залилась закрываем отключаем удобно это все на камеру делать трансивер маламут уже сейчас соответственно приступаю к настройке пунктов меню выбранного dds синтезатора либо сишки и соответственно едем дальше